Всем привет, друзья! В этом видео вы увидите, как разобрать и как исправить неисправность в паяльной станции WEB 853 AAA. Всем привет! И вы на канале Девайс. Приступаем! Я думаю, это у них, можно сказать, их недостаток, потому что очень часто встречается такая проблема. Сейчас вам я продемонстрирую, в чём, собственно, проблема. Когда включаем термофен, и наш регулятор потока воздуха и регулятор, видим, не реагирует ни на экране, не реагирует. И не реагирует на обороты термофена. Я думаю, вам слышно, фен не сбрасывает, не набирает, работает себе в одном режиме. Я думаю, эта проблема связана с переменным резистором. Вот я заказал сразу две штуки. Видим, это у нас переменный резистор на 10 кОм и на 6 ножек. Почему на 6? Потому что 3 идут на фен и 3 идут на датчик. Всё. Сейчас будем вскрывать. Открутим. Сейчас я продемонстрирую. Открутим здесь винтики по корпусу, также с этой стороны. После того, как открутим, я вскрою и продолжим видео. Итак, мы открутили корпус. Снимаем его. Снимаем короб. Здесь нам нужно будет открутить зажимную гайку. Снимаем шайбочку. Для того, чтобы извлечь наш переменный резистор, нам нужно будет открутить переднюю панель. Откручиваем переднюю панель. Теперь нужно будет открутить плату. Она у нас прикручена. Раз, два, три, четыре, на пять болтов. Откручиваем её. Общину нашей переменной. О. Опточка. Откручиваем. Вынимаем переменный резистор. Давайте его отключим. Сперва его проверим и тогда будем принимать решение. Проверим резистор. Проверяется переменный резистор вот таким образом. Один щуп на средний контакт, второй на боковой. Устанавливаем тестер в режим измерения сопротивления. И замеряем. Видим, что крутя у нас сопротивления не появляется. Это означает, что наш резистор в нерабочем состоянии. Тоже повторяем с другими выводами. Другие выводы у нас заработали. Видим, что у нас показывается протеление. А вот эти не работают. У меня есть старый резистор. Есть резистор я заказал на 10 кОм, но почему-то мне прислали на 100 кОм. Давайте я покажу вам, как должен работать заведомо исправный резистор. Видим, при регулировке у нас меняется сопротивление. Это, можно сказать, заведомо исправный. Извините, что видео прерывается. Садится аккумулятор на батарейке. Так, я разобрал переменные резисторы. Заменил верхнюю часть. Взял от старого, нижняя у нас работала. И собрал обратно. Сейчас посмотрим на результат. Видим, показывает сопротивление. И также низ. Видим, все работает. Все, будем ставить все на место, собирать. И потом я включу видео и продемонстрирую результат. Видим, как у нас поменялась ситуация. Все показывает хорошо. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк и подписываемся на канал. До свидания. До свидания. У нас помню. Подписывайтесь. До свидания.